Здравствуйте, дорогие участники Пленума, здравствуйте, Геннадий Андреевич. Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что у нашего Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта на сегодняшний день сложился уникальнейший опыт сотрудничества и совместной работы с Компартией Российской Федерации. Благодаря нашим совместным усилиям нам сегодня уже удалось проиндексировать зарплаты рабочим, восстановить на работе незаконно уволенных, сокращенных работников, повысить безбезопасные условия труда, в том числе безопасность пассажирских перевозок. Буквально в 2019 году мы вступили в Всемирную Федерацию профсоюзов. Для тех, кто не знает, я скажу, что это классовое объединение профсоюзов. Теперь мы являемся членской организацией, и я вхожу в один из руководящих органов именно в транспортном секторе. Это помогает нам использовать и обмениваться опытом, в том числе по международной линии, с нашими коллегами, с нашими товарищами за рубежом. Сегодня голос трудящихся неоднократно звучит с трибуны Московской городской думы. Вот Николай Григорьевич Зубривин неоднократно докладывал о тех проблемах, которые сегодня существуют у работников общественного транспорта, в том числе в городе Москва. Я знаю, что в Государственной думе неоднократно поднимался вопрос у работников транспорта, и мы сами выступали в 2018 году по поводу той самой пресловутой пенсионной реформы, которая все-таки удалось протащить. Несмотря на это, сегодня хотелось бы отметить, что многие выступающие говорили о спойлерах, именно в политической среде. Я хочу констатировать тот факт, что и в профсоюзной среде также имеются спойлеры. Как раз после тех событий, когда мы жестко раскритиковали пенсионную реформу, для нас было таким неожиданным событием, когда нас начал поздравлять председатель Государственной думы Володин с праздником, с профессиональным. И после этого на наш профсоюз началась рейдерская атака, известного, наверное, для вас таких личностей, как товарищ, не товарищ, а господин Куликов Евгений и Сергей Храмов. Это вот такие отъявленные два ельциниста, которые активно поддерживали и проплачивали в том числе компанию Ельцина. Сегодня эти люди пытаются уже третью попытку осуществлять захват рейдерского нашего профсоюза. Три раза мы в судах смогли отстоять нашу честь, достоинство, нашу правоту. Спасибо вам большое, Геннадий Андреевич. Мы к вам неоднократно тоже обращались по этому вопросу, вы помогали нам. Мы как раз в прошлом году по этому поводу были вынуждены провести внеочередной съезд нашего профсоюза. Большое спасибо я бы хотел выразить нашим товарищам в регионах, которые нам помогают активно в нашей работе. Это прежде всего городу Санкт-Петербург, это Ходуновой Ольге Архиповне, которая, скажем так, активно помогает защищать наших работников в городе Санкт-Петербург. Я бы хотел отметить, что несмотря на сложную обстановку, связанную с коронавирусом, наши коллеги в Санкт-Петербурге в этом году смогли отменить в Верховном суде противозаконный приказ Минтранса, который существенно ухудшал условия труда работников. Благодаря совместным действиям сегодня этой угрозы не существует. Также я хотел бы поблагодарить руководство Красноярского края, Оренбурга за конструктивную работу по содействию нашему профсоюзу. Безусловно, конечно, это Московский городской комитет, Валерий Федорович Рашкину, нашим депутатам здесь как раз присутствует, Парфенов Денис Андреевич, Николай Григорьевич Зубрилин. Благодаря тем возможностям, которые сегодня у нас есть, мы можем существенно отстаивать законные права интересов рабочих. Более того, сегодня работники имеют возможность ознакомиться более подробно с теми материалами, которые есть у Компартии, с ее программой. Наши члены активно участвуют в избирательных кампаниях, в том числе являются наблюдателями, членами комиссии с правом решающего голоса на участках. И на сегодняшний день мы понимаем и считаем, что именно Компартия Российской Федерации является единственным защитником прав и свобод трудящихся. В этой связи я хотел бы обратиться к вам от имени Центрального комитета нашего профсоюза и попросить вас рассмотреть возможность заключения какого-то документа, соглашения о нашем сотрудничестве. Это всего лишь формальность, но я считаю, что данный документ помог бы воодушевить, вдохновить наших рабочих, водителей, прежде всего, общественного транспорта, обслуживающих персонал, к новым победам, к новым свершениям. И я надеюсь, что вместе с вами, вместе с Компартией Российской Федерации мы сможем добиться положительных успехов в нашей борьбе. Также, завершая свое выступление, я знаю, уверен, что большинство сегодняшних участников имеют водительские удостоверения, а, соответственно, являются водителями. Я хочу поздравить всех вас с наступающим праздником, он будет завтра, это День автомобилиста, День работника транспорта. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ну и, конечно же, новых побед, новых свершений. С праздником! Спасибо!